Я представляю, каково вам было, когда вы первый раз попали на базу Киевского Динамо и увидели выдающихся футболистов, своих кумиров. Но я, наверное, не представляю, каково вам было, когда вы впервые вышли на тренировку под руководством Лобановского. Он вообще много говорил или мало говорил? Какой вес был каждого произнесенного им слова? Ну, конечно, он говорил немного. Каждое слово, конечно, ты слушал и воспринимал это как, я не знаю, как я вам говорю, что человек, который для тебя огромный авторитет, который заслужил этот авторитет и не имеет значения, каким путем. Я знаю, многие футболисты не воспринимали его принципы, да и, наверное, и я в какой-то мере не воспринимал, потому что, наверное, первый, один, второй сезон, когда ты такие сборы проходишь, это нормально. Потом ты понимаешь, что так много бегать нельзя, как бы нереально. Люди столько не бегают. Да, и когда говорили, что там, я слышал, многие люди говорили, специалисты о том, что в Киевском Динамо там больше трех-четырех лет люди, футболисты не могут задерживаться, потому что такие нагрузки переносить уже нужно как бы сбрасывать их. Но когда там первые два года, два-три года, когда он был, мы это делали и оно действительно приносило плоды, мы действительно обыгрывали таких команд, такие команды, которые для нас, когда мы сидели там смотрели по телевизору, это действительно там тот же Ювентус, Барселона, которую мы обыграли. 4-0 в Барселоне. На то время это были лучшие команды в Европе, и мы их обыгрывали, и когда мы выходили на поле, мы действительно их не боялись. Я помню нашу первую игру в Лиге Чемпионов, когда мы играли в PSV Эндховен, и мы их там 3-1 обыграли. И, наверное, перед этой игрой еще была какая-то боязнь, что на то время тоже PSV было одной из луков. И мы их там 3-1 обыгрываем, и, конечно, после этой игры там пошли уже и Барселона, и Нью-Кассел, которых мы обыграли. И после этого мы абсолютно ничего не боялись на поле. И эту психологию, наверное, привил нам Лобановский, потому что, когда с тобой авторитетный человек, который много выигрывал, который знает, как это делать, и он тебе как бы что-то говорит, и ты понимаешь, что это действительно нужно делать, и это принесет плоды. И когда мы первую игру обыгрываем, и мы понимаем, что оно действительно так, и мы уже выходим, мы ничего не боимся, никакой команды. У вас были когда-нибудь с ним доверительные такие интимные, может быть, разговоры, когда вы были один на один, и он что-то такое вам говорил? Да нет. Вот у него, наверное, весь принцип заключался в том, что нет у него никаких нелюбимчиков. Хотя, может быть, где-то там между тренерами они что-то обсуждали. Но когда-то у нас были какие-то собрания, или до игры, или после игры, он никогда никого не выделял. Если есть что-то, он выделит команду, что команда хорошо сыграла, и все. А кого-то конкретно он никогда не выделял. И, к примеру, на то время он всегда, если он там хочет поговорить, он нас всегда вызывал с Андреем. Вдвоем, да? Да, он нам рассказывал, как действовать на поле, там что-то. Ну, таких один на один мы практически не общались.